А если ты хочешь людям служить, заботиться обо всех, тогда благочестие, которое ты получаешь в результате правильных каких-то аскез, есть три типа добрых дел, которые может человек совершать, чтобы получить силы жить. И они разные, эти типы сил, разные совершенно. Первый тип деятельности самый простой, называется аскезы. То есть это вот закаливание, это тоже аскезы. Это добровольное лишение себя комфорта. Давайте будем судьбу представлять как просто гору, да, которая гора, через которую тебе надо перейти, допустим, в трудный период жизни. Если человек совершает аскезы, у него появляются силы идти в гору. Понятно, да? Он своими силами пройдет эту гору, и он победит судьбу таким образом. Тот, кто совершает аскезы, становится сильной личностью, способной побеждать судьбу. Поэтому аскезы нужны всем. Просто есть женские аскезы, есть мужские. Они влияют по-разному. Есть женские силы, способность влиять, любить, чистота, прощение. Это женские силы. Они от женских аскез идут. Это забота о людях, верность и так далее. Женские аскезы. Мужские аскезы — это, допустим, спорт, там, допустим, борьба, спорт, пост, там, тяжелый, закаливание. Ну, то есть истязание тела — это мужские аскезы. Женщина не должна тело истязать. Она служит обществу, людям, она отдает себя вот в этом плане, становится сильной. Аскезы дают человеку способность преодолевать трудности, делают его очень крепким. Есть разные виды аскез, разную силу дают. Допустим, если человек в храме стоит, ночное обдение, не двигается, да, он побеждает болезни таким образом. Когда он не двигается, у него тонкие психические каналы прочищаются, неподвижное положение тела. Йога тем же сам занимается. Тоже неподвижное положение тела, пробивая тонкий канал, человек вылечивается. Просто стоит неподвижно. Дальше что он обретает? Терпение. Способен вытерпеть любую ситуацию. Он стоит, не двигается, просто как дерево тоже. Стоит, не двигается, энергия терпения или спокойствия обретается в результате этого. Дальше способность какая? Принять судьбу. Он получает от этого, потому что он стоит, не двигается, плюс контактирует с Богом. Он получает силы от Бога также в это время. Поэтому эта аскеза дает возможность человеку много препятствий в жизни преодолеть. Итак, аскезы. Есть разные аскезы, которые дают человеку разные виды силы. Это целая большая наука. Мы сейчас не будем ее изучать, там у нас обзорная тема в этом плане. Дальше идем. Следующий вид деятельности, который тоже что-то дает человеку, называется пожертвование. То есть человек берет, допустим, плюшку, которая ему очень нравится, и отдает просто человеку, который хочет кушать. И при этом потом, когда он идет назад, уже без плюшки, определится это пожертвование в невежестве, в страсти или в благости. Когда человек пожертвование в невежестве совершает, он плюшку дает грубо и унижает человека, который берет пожертвование. Это значит, что плюшка ему не поможет тому, кто пожертвовал. Будет только оскорбление совершить, то есть он получает вред от того, что он сделал. Лучше бы он эту плюшку не давал. Он вред получает от этой деятельности, потому что он оскорбил человека. А если это святой человек, он деградирует от этого оскорбления. Потому что, когда ты человека оскорбляешь, то его благочестие, этого человека, его чистота ложится тебе на голову и давит тебя вниз. Чем больше у него чистоты, тем больше давления, пока ты не раскаешься. Страшно? Человек становится злым, когда он кого-то оскорбляет, начинает всех ненавидеть еще больше. Потому что тех, кого он оскорбил, это чистота этих людей ложится ему на голову и давит ему на мозги. И так все больше, 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 пока он не деградирует этот человек. Или не раскается. Одно из двух. Итак, поэтому запомните, когда вы видите злых людей, которые на всех кричат, орут, всех ненавидят, это люди, которые оскорбляли возвышенных людей. Их поведение всегда одинаковое. Они все доказывают свою правоту, со всеми сражаются, всех ненавидят. Борцы за справедливость, так сказать. Эти все люди, они просто оскорбители. И они и становятся такими благодаря оскорблениям сами. Для этого могли быть нормальные люди эти. Но они потом становятся такими злыдними, злыдними. Пожертвование в страсти. Человек пожертвование сделал, плюшку дал, потом прошел. Блин, я бы лучше ее сам съел. Пожертвование в страсти. То есть небескорыстное пожертвование, в котором ты как бы раскаялся. Думаешь, ага, зря отдал. Все, значит пожертвование не сработало. Но ты плюшку отдал и раскаялся. Бог назад даст тебе плюшку, не волнуйся. Но не больше. Потому что вернет в том же целости и сохранности. Плюшка тебе вернется обязательно, нет проблем. Не волнуйся, все будет хорошо. Вот. Теперь пожертвование в благости. Плюшку отдал с любовью, кушай на здоровье. Пошел счастливый, думаешь, спасибо Господь, что дал мне возможность кому-то хоть помочь. Ну смиренно очень настроен человек в этом случае. Вот что такое пожертвование в благости? Как оно действует? В гору, да, человек идет? Гора срезается. Меньше будет подъема, легче ему будет идти. Милость человек получает. Причем интересно знать, что если человек, допустим, дал плюшку, плюшка ли ему вернется? Вот в чем интересно знать. У меня такой вопрос очень сильно был, как бы, я поэтому думал, что же надо давать, чтобы тебе тем же сам вернулось? Что тебе надо-то? Так вот, оказывается, все не так. У человека есть какая-то трудность в жизни. И Господь ее знает. Ты даешь человеку самое важное в жизни, плюшку, он голодный, им кушать хочется. И тебе Господь дает тоже назад самое важное в жизни. Ну, конечно, там есть объемы. Сколько плюшек ты дашь, тоже учитываешь. Но именно самое важное человек получает в жизни. То есть он голодный был, умирал от смерти. Самое важное он получил. Ты получишь тоже самое важное. Может быть, ты не голодный, но получишь что-то другое, что тебе нужно вот в жизни. Это называется пожертвование. Они действуют вот так. Они облегчают человеку жизнь. Пожертвование. И когда девушка заботится обо всех, всем служит, это тоже пожертвование. Поэтому она получает мужа. Она может также аскезы совершать. Есть аскезы. Есть пожертвование. Есть женские аскезы. Допустим, женская аскеза. Слушаться мужа. Отца. Папа сказал, не хочется это делать. Слушается. Это аскеза женская уже. Послушание женской аскезы. Она дает возможность получить хорошего мужа. Серьезно очень. Ну и так далее. Есть женские аскезы, когда она добровольно лишает себя чего-то. Селью как бы. Допустим, женская аскеза. Не спать с мужиками до замужества. За мужество. Аскезы. Не носить короткую юбку слишком. Все это дает свои плоды. Сильные очень. Ну то есть целомудрие. Вести целомудренную жизнь. Очень сильная аскеза. Девушка становится необыкновенно красивой. Потому что, когда она с кем-то переспала, она теряет красоту. Когда она смотрит на ее ножки, мужики забирают красоту, съедают ее красоту. А когда она все закрывает, не дает на себя смотреть, и ни с кем не спит, красота сохраняется. И она потом чуть-чуть так. Оп. И упал. Все. Вообще в ведах описывается, что, ну, вообще в принципе не должно быть такой проблемы, что женщина не может найти себе кого-то. Потому что, если она с детства совершает вот эту аскезу целомудрия, не показывает никому свое тело, она становится настолько красивой, что ей в принципе не важно. И человек понравился, она просто чук, чуть-чуть. И он готов. Ну то есть любая девушка может накопить столько красоты, чтобы не надо париться, не было необходимости париться, решать. Ну когда же тебя возьмут замуж? Ну не парься, просто выбери, кто тебе нужен. Вот этот, ну на него посмотри. И все, он свалится от твоей красоты сразу. Все. Понятная система? Вот у любой женщины внутри девушки это заложено, это сила от природы. Она сильнее мужчины всегда. Ну то есть, но только одного, который должен стать ее мужем, в принципе. То, что она всех будет валить, сейчас ходить. Нет, один раз выстрелила, заряд на одного человека хватит, заряда. Один раз выстрелила, и все, тебе его хватит, зачем тебе много? С одним справься. Пожертвования поняли, да? Аскезы поняли. Аскезы дают силу, сильность стала. Пожертвования дают преодоление препятствий. Допустим, препятствие такое. Не может выйти замуж, допустим. По какой-то причине, допустим, мама всегда не согласна его там или еще. Когда человек пожертвований совершает, препятствие срезается, срезается, становится слабее. Мама уже почти согласна. Еще чуть-чуть пожертвований вообще согласна будет. Есть еще третья сила. Интересная эта сила такая. Она труднопонимаемая в современном обществе. Пожертвования, аскезы, все понятно вроде. Третья сила, она очень труднопонятна, потому что она требует организации определенной. И она труднодоступна вообще в целом для человека. Это называется ритуал. Слово «рита» в санскрите переводится как ритм, вселенский ритм. Видите, ритм, рита, ритуал. То есть означает, что человек попадает в контакт с какой-то силой вселенской, которая дает ему огромную силу, огромное могущество. И это могущество может любые препятствия сметать, в принципе. То есть, другими словами, то, что человеку до этого было недоступно, становится для него доступно благодаря тому, что он это делает. Ну, то есть, он обретает новый вид оружия, которого никогда у него не было на вооружении. Я не знаю, как это объяснять. Ну, примерно так. Что это такое? Ну, приведу простой пример. Вот смотрите. Допустим, человек встает рано утром и ложится рано вечером. Когда человек встает рано утром, то он попадает под влияние силы Солнца. Когда он встал позже, то он не синхронизируется с Солнцем. Он свою жизнь живет, а Солнце свою. Но если он встал рано, когда Солнце восходит, то в результате Солнце делает его оптимистом. Вот энергия Солнца сама дает ему оптимизм. Ему не надо самому напрягаться, чтобы быть оптимистом. Солнце его делает оптимистом. То есть, сохранение энергии происходит колоссальное. Дальше, если он в обед, допустим, покушал, не поздно, ни в 4, ни в 5 часов вечера, а в 12 час, то Солнце начинает переваривать саму пищу. У него он поел хорошо, но энергии много. Почему? Потому что Солнце переваривает пищу. А если он поздно поел, ему своя энергия, собственная огня из организма, должна идти в живот, чтобы переваривать пищу. И человек, ему тяжело, поел поздно. А если он на ночь поел, вообще он лишается продолжительности жизни. И все болезни получает, какие только можно, потому что ничего не переваривается. И токсины в организм идут в результате. Яд. Он копит яд внутри себя. Теперь, человек ложится поздно спать. Луна уже взошла, а Луна нужна для того, чтобы человека расслабить и чтобы он отдыхал. Так устроено в этом мире. Луна расслабляет человека, дает ему отдых и любовь тоже. Если человек поздно ложится спать, он лишается отдыха, лишается любви, становится как костяшка. И он смотрит на этот мир черно-белым взглядом. У него краски жизни тают. Человек говорит, а если я сова, по природе сова, ну, значит, ты будешь вот, угу, угу, всю жизнь вот так. Туповатая жизнь будет. Надо себя сделать жаворинком. Чирик-чирик. Счастливым. Ну, то есть, видите, это ритуал или режим дня. Войти в гармонию с ритмом Вселенной. Жить по правилам, которые мы не сами создали. Эти правила Бог создал, как человек должен жить. Хорошо, замечательно. Есть ли какие-то другие ритуалы? Да, с чем они связаны? Вот, допустим, сегодня праздник, большой праздник, да? И в этот праздник люди проводят определенные вещи. То есть, связанные со священным огнем, там и так далее. Много-много всяких действий, которые человек делает. Для чего? Для чего? А в этом случае он синхронизируется с кем? С самим Богом, понимаете? То есть, если он живет в этими действиями, делами, которые совершаются в этот день, для того, чтобы Господь был счастлив, если мы помним о Нем, пометуем Его, то это к чему приводит? Это приводит к тому, что я начинаю Его понимать. Я начинаю верить в Него. То есть, это удивительная вещь, понимаете? Поэтому и существует так много всяких мероприятий в храмах различных. Везде свои, как бы, какие-то ритуалы, свои праздники. Потому что это все заточено под веру человека, понимаете? Какая вера, такая и жизнь, фактически. И вот вокруг этих праздников религиозных идет. И для чего это нужно? Человек обретает огромную глубину в отношениях с высшей истиной, с высшей силой, с высшей Личностью. Все это одно и то же. И тогда, как бы, он обретает нечто большее, чем просто аскезы и пожертвования. Он обретает способность прожигать свою судьбу, побеждать ее, преодолевать. Поэтому меня спросила вот одна женщина, говорит, где же свобода выбора, если есть судьба? А если судьбы нет, зачем она нужна, свобода выбора? Если судьбы нет, тогда и выбирать нечего. У нас есть только два способа выбирать. Или я подчиняюсь своим желаниям, и иду на прихоти у своих желаний, называется, подчиняюсь судьбе. Или я сильнее своих желаний, и делаю так, как положено. Это значит, я побеждаю судьбу. А если не с чем сражаться, тогда какие проблемы? С чем-то нам приходится сражаться. Судьба действует через желание человека, и ведет своим путем нас, через желание. А если ты повыше желаний, побеждаешь их. Может быть, желание хорошее, может быть, плохое заранее, ты не знаешь. Но если ты его победил, у тебя опять есть выбор. Может быть, ты это сделаешь все-таки, но уже осознанно. Допустим, демушка влюбилась, да? Желание, она влюбилась. Сначала надо его победить. Любовь зла, полюбишь и козла. Ты не знаешь, кого ты полюбила. Любовь ослепляет полностью. Говорила мама, мне про любовь обманную. Напрасно тратила слова. Затыкала уши, я ее не слушала. Ах, мама, мама, как же ты была права! Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день. Повстречала колюшку на свою я горюшка. Ах, мамочка, зачем? Ну, уже поздно. Видите, то есть сначала надо себя сконтролировать с помощью молитвы. Вот ритуал для этого нужен. Синхронизация с высшей силой. Человек синхронизируется с высшей силой, себя отрезвеет, в трезвое состояние приходит. Он не отказывается от любви, он просто пытается понять, что произошло. И дальше советы старших, советы друзей. Этого человека советы друзей. Что за птица такая попалась? Изучай все, смотри. Но если ты влюбилась, ты уже не можешь изучать. Ты подчинена этой птице уже все. И ты не выбираешь. У тебя нет свободы выбора. Судьба за тебя выбирает. Но если ты победила себя, свое желание, ты потом решаешь вручать себя, то есть открывать сердце или отойти от этого человека. Перемучиться и дальше жить своей дорогой идти. Понимаете, выбор есть, но в отношениях с Богом только. Если у тебя нет отношений с Богом, ты не выберешь, потому что тебе не с кем синхронизироваться, чтобы нейтрализовать то, что ты получил от судьбы. Нужна сила для этого, чистоты, сила, которая даст тебе возможности эти, понимаете, возможности. У нас осталось всего несколько минут времени. Еще пару вопросов по этой теме. Потом я вам расскажу, как настраиваться дальше. Продолжим эту тему. Будем учиться молитве, настроем позитивно. Ну вот, мужчина, давайте. Я вас утомил, чувствую, да? Нормально все? Спасибо. Хорошо. Вопрос такой. Научите, пожалуйста, ставить идею зарабатывания денег в правильное место, чтобы она не навредила. Вот смотрите, вы очень хороший вопрос задали. Это приятно слышать, такой вопрос. Я не могу вас этому научить, потому что деньги сильнее меня. Они также сильнее и вас. И большинства людей, сидящих в этом зале. Поэтому с ними лучше не тягаться с деньгами. Не тягайтесь с ними, это опасно. Они вас перетягают все равно. Так же, как пытаться не дышать. Когда человек пытается не дышать, это его перетягает. Так же, как пытаться не есть. Я вам сейчас приведу пример. Я когда тягался со своими желаниями, так, как вы сказали сейчас, мне было 19 лет где-то. Я просто начал паститься, не ест по три дня. И в какой-то момент я не мог даже во сне не думать о еде. Она стояла передо мной постоянно, непрерывно абсолютно. И потом я себя довел до такого безумия, что я шел на кухню, кушал. И потом шел полоскаться, вырывал изо рта это все. Потом опять шел на кухню, кушал. И на третий раз я понял, что я проиграл. То есть пища меня сломала. Желание кушать сломало меня. Тогда я сильно задумался, а как же контролировать себя. У меня была эта тема. Если вы будете пытаться тягаться с деньгами, они вас просто убьют. Один мудрец, к нему подошел царь и сказал, научи меня контролировать мои мысли. То есть научи меня о самоконтроле. Он говорит, это немножко другое, не то, о чем ты думаешь. Он говорит, я не знаю, не хочу никакой философии. Сделай так, чтобы я научился думать о том, о чем я как бы хочу. Хорошо, он сказал, нет проблем. Если ты считаешь, что ты можешь, тогда вперед. И он ему дал задание неделю думать о козле. Показал козла. Только о нем в целую неделю. Царь говорит, что вообще ерунда. Думать только об одном козле. А то ерунда. Он пришел в мыле через два дня, говорит, я пытаюсь о козле думать, забываю. Пытаюсь его вспомнить, не вспоминается. Я замучился просто с этим козлом. И мудрец говорит, хорошо, нет проблем. Пытайся всю неделю не думать о козле. Думай о чем угодно, только не о козле. Он говорит, ну тогда это все, это супер. Это вообще без проблем. Потом приходит через два дня в мыле и говорит, о чем не думаю, козел в голову лезет. Что ерунда такая, я с ним замучился опять с этим козлом. Поняли, да? Точно так же будет и с вашим бескорыстием то же самое. Поэтому выход совсем другой. Если вы будете делать что-то бескорыстно для удовлетворения старшего, тогда вы не касаетесь этого. Это не ваше бескорыстие, это его. Человек может все это делать только для кого-то, для себя никогда. Никогда. Если старший вам скажет, учись бескорыстию, учись без жадности трудиться на работе. И вы трудитесь как можете. Если у вас жадность есть, вы скажете старшему, у меня продолжает оставаться жадность. Он говорит, не важно, ты делай просто добрые дела. И все. Придет время, и ты научишься быть бескорыстным. И вы делаете для его удовлетворения добрые дела. И вдруг у вас получилось. Один раз вы бескорыстно что-то сделали, и не задумались о том, что вы за это должны иметь. Милость Бога. Смотрите, дальше что будет. У вас есть два варианта. Первый вариант сказать себе, супер, я научился быть бескорыстным. Все, гордость победила вас. Дальше она из вас котлету сделает. Второй вариант. Это мой старший сделал этот поступок. Я ему так благодарен, что по его милости я вот поучаствовал в этом вот таким образом и почувствовал бескорыстие. По его милости. Дальше вы будете еще бескорыстнее. Понимаете? Проблема вот это именно сила, которая живет в нашем уме. То есть она непреклонная, мы слабее ее. Но если человек себя подчиняет Богу, через старшего Господь действует всегда. Если у него есть старший тоже, тут есть тоже свои. Если старший говорит, я Бог, тогда тут проблема уже получается. То есть это неправильная вера называется. Вот только так можно стать бескорыстным. Мотивы поменять в жизни только с помощью высшей цели, может, человек. Сам себя заставить быть бескорыстным невозможно. Корысть задавит его, задушит, сломает бараний рог. Так же, как невозможно ни дышать, ни есть. Одного наставника спросили, вы имеете вожделение? Он говорит, конечно. То есть вам нравятся девушки, да? Он монах. Он говорит, очень. Да, нравится, конечно. Он говорит, но вас тянет к ним? Он говорит, нет. А как так? Если у вас есть вожделение, но вас к нему не тянет. Как это так? Он говорит, а мне некогда. Я целый день просто служу Богу и все. И я не успеваю, но мне нет времени подумать об этом даже. У меня целый день занят служением. Все. Вот это самоконтроль. Ну, то есть он знает, что это у него есть, но ему некогда. То есть он подчинил себя миссии. Постоянно занят служением. Все. Это самоконтроль. Самоконтроль означает, на волне находиться на нужной. Но это не значит, что ты обладаешь этим даром бескорыстия. Только тот, у кого нет и тени грехов в сердце, обладает таким даром. Все остальные не способны. Ну, ладно, мои хорошие, давайте будем сейчас тренироваться, да? Потренируемся немножко. То, что я вам сейчас буду рассказывать, это один из способов. Это не то, что вот только так всегда и никак иначе. Это просто вот мои наработки. Идея заключается в том, что память человека, в которой он живет, всегда связана с его судьбой. Память можно контролировать только любовью изнутри или чистотой снаружи. Ну, допустим, если я люблю Бога изнутри, я повторяю молитву и думаю о нем. В это время моя память, моей любовью контролируется, и тогда моя судьба не действует, а побеждается. В результате человек в молитве сжигает всю свою судьбу, потому что он думает о Боге в это время. Для обычного человека невозможно. Почему? Потому что насильственно наша судьба в виде памяти приходит в наши мозги и заставляет нас думать о том, о чем она хочет. И человек молится, молится, бац, и он начинает думать о чем-то другом. И не может ничего с этим сделать. Поэтому существует предварительный метод, дающий возможность человеку побеждать судьбу, но при этом не имеющий такой силы контролировать свою память. Этот метод с древней культуры известен. Когда маленькие дети приходили в школу к своему учителю, они ничего не делали, ничего не учили. Долгое время он просто повторял молитву, а они повторяли за ним, как он. Для чего это все делалось? Для того, чтобы человек научился слушать старших очень сильно и внимательно, и вместе с ними очень сильно и внимательно повторять то настроение, которое они имеют. Именно в настроении находится связь с Богом. Настроение. Этот метод я вам рекомендую применять. Он очень сильный и простой. То есть мы сейчас будем слушать просто молитву православную. Почему православную? Потому что здесь православная культура, и каждый человек, который живет в этой стране, должен учиться ее любить. Не важно, какая у вас вера. Надо чувствовать эту культуру, любить. Это тогда будет честно. Называется образованный человек. Образованный — это не тот, кто много математики знает, а тот, кто знает историю Земли, на которой он находится. Это подвиги тех людей, которые здесь молились, здесь жили. И история также человечества — это история именно духовных людей в основном. Это их история. И именно ее надо знать, и культура, которая в результате этой веры создалась, она также является всей культурой всех людей, которые здесь живут. Это не значит, что человек должен менять свою веру как-то искусственно, но есть общая культура. Допустим, я когда сейчас был в Астане, мы включали мусульманскую музыку. Там такая культура общая. И под нее повторяли «Я желаю всем счастья». Когда я был в Тель-Авиве, не так давно, мы включали еврейскую молитву и под нее повторяли. То есть, понимаете, да? То есть, это правильно уважать ту культуру, в которой ты живешь. Не важно, какая вера у тебя, это не имеет большого значения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok